Здравствуйте, мои дорогие, уважаемые, любимые. К сожалению, мне опять не удался стрим. Почему-то я не могу с мобильного устройства, ноутбука или смартфона вести прямую трансляцию. Поэтому возвращаемся к классике, то есть к записи роликов. Что бы я хотел сказать? Мы ездим на метро часто и не обращаем внимания, хотя на метро отделано камнем, и камни эти не простые, а древние. Поэтому надо как бы внимательно относиться и посмотреть, от чего же там вообще есть в этих камнях или на этих камнях. И тут выясняется, что многие мраморы, которым отделаны станции метро, задержат отпечатки очень и очень древних животных и растений. Потомки этих древних животных и растений, они и до сих пор живут, если там какое-то теплое море, там хорошее. Ну как вот среднерусское равнение когда-то было, там море плескалось. И вот Москва-то на Накарсте стоит, то есть вот там это все раковина разных моллюсков. Ну не знаю там, видимо не очень глубоко было, может там 5-6 метров, плюс теплая вода. Ну вот они там жили себе и жили, кому как бы не мешали. Вот. Да и им, кстати, там некому особо мешать было, потому что это сотни миллионов лет назад было. Вот. Ну вот мы обратимся к тому, что что было, что есть. Дальше. Ну давайте посмотрим, допустим, станция Сокольничка, вообще интересная, там окаменелости из уфалического мрамора, силурийского возраста, столбчатые стоматолиты, тангентальное сечение раковины головоногого моллюска наутилоида, причем хорошо видны четыре соседние воздушные камеры, разделенные перегородками, на третьей картиночке массивные колонии тумулятных кораллов, ну вот продольные сечения раковины головоногого моллюска наутилоида, хорошо видны воздушные камеры на станции Чистые пруды на мраморе. Ну вот в интернете много разных проектов, много фотографий разных интересных людей, ну вот частично я взял у Сергея Новогольных фотографии, соответственно, спасибо ему, но и из других источников интернета тоже фотографии представляю. Представители головоногих моллюсков, причем той группы, которая вполне заслуженно относится к живым ископаемым, вот раковина наутилуса, так и его далеких предков, разделена поперечными перегородками на камеры. Моллюск с помощью трубчатого сифона нагнетает в них газ и так изменяет плавучесть раковины, что может медленно перемещаться или вверх, или вниз, вот внутри толщи воды. Двигаться в горизонтальном направлении при этом моллюску позволяет мускульная воронка, выполняющая функцию реактивного двигателя. У современного наутилуса раковина свернута в спираль, но в раннем палеозоиде, черт его знает когда, представители подкласса наутилоиде, к которому относится наутилус, обладали раковиной самой разной формы, прямыми, коническими, изогнутыми, роговидными, вздутыми, закручивая в спираль полностью или не полностью. Вот прямую раковину моллюска наутилоида шли в Облицовске из этого уфалейского мрамора на чистых прудах. Окаменелости из мрамора Коэлга, каменоугольного возраста, представлены сечением раковины головоногого моллюска, генеотита, возможно, принадлежавшего какому-то родственному ему роду на станции Третьяковская. А вот на сечении стеблей криноидей они представлены на станции, мраморе станции Китай-город. На станции Третьяковская, если зайти в вестибюль, спуститься с эскалатора, то справа на одной из колонн можно обнаружить эффектный срез раковины генеотита головоногого моллюска, родственного уже известного нам наутилусу, но относящимся к подклассу аммоноидей. Окаменелости из мрамора Солиети ранне-юсткого возраста представлены сечением раковины головоногого моллюска-ноутилоида на станции Добрынинская, продольное сечение через членник стебля на станции Комсомольская кольцевая на выходе к Ярославскому вокзалу, поперечное сечение через членник стебля на станции Киевской и Филевской линии, сечение раковины гастроподы, возможно, принадлежащие близкородственному роду на станции Академическое, а тангенальное сечение раковины головоногого моллюска-ноутилоида на Краснопресненской, ну и сечение раковин прямо раковинах-ноутилоиды на Краснопресненской. Губки, встречающиеся тут и там на дне, достигали весьма внушительных размеров, несколько десятков сантиметров в длину и более 10 сантиметров в диаметре. Их изящные губки легко отыскать в Солиетинских мраморах на станциях Университет, Таганская, Ленинский проспект, Арбатская. Не менее часто встречается в Нижнеюрских, Грузинских мраморах отдельные членики степлей Квенеиде, иногда образующие массовые скопления. Такие скопления можно наблюдать в переходе между станциями Курская Кольцевая и Курская Радиальная, а также в облицовке колонн на станции Киевская Радиальная и Филевской линии. Окаменелости из мрамора Солиети раннеюрского периода представляют нам сечение губок на Белорусской, на Университете, на Комсомольской Кольцевой на выходе к Ярославскому вокзалу, на Павелецкой, где переход с Кольцевой на Радиальную линию, и на Краснопресненской. Крымским мраморизованным известнякам московского метро вполне можно посвятить большую какую-то книгу. В этом легко убедиться любой, кто посетит станцию Комсомольская Радиальная, Красносельская, библиотека имени Ленина или Арбатская. Здесь можно обнаружить феерическое великолепие тропического кораллового рифа. И здесь до сих пор в Актовском заливе вы увидите всех своих старых знакомых. Окаменелости из мрамора Росцеверона позднеюрского возраста представлены в сечении раковин аммонитов на станции Парк Победы. А массивная колония шести лучевых кораллов Филина – это из Горного Крыма. Но также и кустистая колония шести лучевых разных кораллов из крымских известняков позднеюрского возраста на станции Красносельская. Я еще раз повторяю, что все фото святой из свободных источников, права на эти фото лежат авторам. Теперь посмотрим, что у нас дальше есть. На библиотеке Ленина у нас моллюск-рутист. На Красносельской в плитах облицовки расположено много шести лучевых кораллов и раковинный гастропод. А на станции Лубянка нужно подняться со станции на эскалаторе. Там есть небольшой коридор, на пути к которому, ко второму эскалатору. И там в каменных плитах находятся представители юрской фауны, аммониты, ну и, естественно, фрагменты стеблей коренной дэй. На Сокольниках в облицовке станции используется редкий серо-черто-молочный уфалейский мрамор, в котором видняются сечения раковины головоногого моллюска и колонии табулятных кораллов. На плащине Ильича много фрагментов окаменелости. В плитах можно увидеть и раковины брахеопод, иноутилусов, и брюхоногих моллюсков, отпечатки морских линий, шестилучевых кораллов и т.д. А на станции Трубная, светло-бежевые стены, переходы ведущего от Трубных станций Цветной бульвар, просто разнообразное количество окаменелости имеют. Там множество раковины двустворчатых, головоногих, брюхоногих моллюсков, отпечатки одиночных кораллов и их колоний. Двустворчатые моллюски Биваля – весьма распространенный класс моллюсков, имеющих раковину с двумя створками, чаще всего симметричными. Они существуют с кибридского периода, по настоящее время. Земчузницы и обыкновенные перловицы из наших рек – это тоже двустворчатые моллюски. В московском метрополитене встречаются нечасто, но, например, на площади Революции их можно увидеть в большом количестве. Станция площадь Ильича – одна из самых интересных в палеонтологическом плане станции метро. Колонна там отделана красным мрамором, мраморовидным известняком, в котором очень часто встречаются окаменелости. На фотографии – раковина головоногого моллюска Наутилуса. Наутилусы – одни из самых красивых и распространенных окаменелостей в Красном море в метро. На фотографии палеометро.ру, такой ресурс есть, довольно крупный брюхоногий моллюск, каменные облицовки станции. А рядом видна трещина, по которой шел кварцевый раствор, когда этот камень находился под землей. Брюхоногих моллюсков в метро немного, видимо, они не были очень распространены в тех биотопах, где возникали отложения, впоследствии окаменевшие. Теперь, что касается других животных, растений и так далее. Почему в Москве? Вот вы видите мраморы, мраморы, мраморы уральские, мраморы крымские, мраморы еще какие-то. А чего же у нас в средней полосе, как бы, копай, не копай, в общем, до щебня докопал. Ну, то есть, да, раковин этих вот совсем очень древних, причем они там не слежавшиеся, ну, вот, действительно больше на щебень похожи. А дело все в том, что в какой-то момент наступило оледенение, и вот это вот море теплое, ну, животные в море не живут особо там, да, поэтому там раковины там были. Вот, наступило оледенение, оно закончилось, в принципе, ледник стал в районе Дмитрова, вот, ну, значит, какое-то время он там пробыл, а потом начал таять. И есть подозрение, что вот, когда он таял, осадочные породы неглубокие, их просто смыло с лица земли, унесло потоками воды вниз, ну, по течению Волги туда там, вот, и поэтому вот в Московской области найти в Москве что-нибудь очень тяжело. Так что будем изучать, вот, на примере тех мраморов, которые к нам привезены в разных мест, севера, юга, востока и так далее, вот, а любоваться, как бы, этими всеми красотами и опасностями вот этих всех кораллов можно и до сих пор, если, ну, как бы, в Красном море поплавать, вот, все это видно, ясно, что это вот не те же самые, то есть не 600 миллионов они прожили, их там, так сказать, потомки, но, тем не менее, все равно все это интересно очень. Ну, вот, пока, значит, что я вам могу сказать, спасибо за просмотр, рассказывайте, какие темы вы еще хотели, послушать, посмотреть, вот, и я не знаю, буду ли я стримы еще раз пробовать вести, что-то мне не удается это, ну, то есть, со стационарного компьютера я что-то могу сделать, а с мобильного устройства нет. Вот, поэтому, ну, пока, пока ролики, пока вот так, спасибо за внимание, подписываемся на канал, далее буду!